Добрый день, меня зовут Сергей Пономарёв, я журналист, и сегодня мы будем говорить о ковиде и всем тем, что с ним связано. Гости программы не только врачи, но и общественные деятели, политики, люди, переболевшие ковидом, может быть, зарубежные эксперты. Мы будем говорить о том, как проходит пандемия и как минимизировать потери, связанные с пандемией. Сегодня наш собеседник Рахман Алшанов, ректор университета, председатель общественного совета города Алма-Аты. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ректор старейшего в независимом Казахстане вуза Алма-Аты, университета Туран. Вот как повлияла пандемия коронавируса на ваши учебные заведения? У вас же, я знаю, есть еще и колледж, и лицей. Вот как вам удается адаптироваться к новым условиям? Ну, прежде всего, надо сказать о том, что действительно ковид настиг мир. Казалось бы, развитая медицина, фармация, все все знают, быстро мобилизуются. А здесь, насколько она оказалась коварным, никто не догадывается о ее происхождении, то ли искусственное, то ли на самом деле мутация вирусов. Но мир оказался не готов. Это самое опасное, скажем так, то, что представьте угрозу. Гибнут люди, количество растет, не снижается. И все предварительные меры, карантинные меры, конечно, снижают угрозу, скажем так, локализуют ее, но тем не менее она сохраняется. И вот огромное количество компаний сейчас борются за то, что создать эти лекарства, антивирусные. Некоторые почувствуют бизнес, скажем так, на волне, огромный спрос, потому что весь мир болеет. Это другая сторона вопроса. Но сейчас в этой связи система образования оказалась под особым ударом. Ну, все говорили, информационные технологии развиваются, есть интернет там и так далее. Мы рапортовали, докладывали. На самом деле многое сделано. В последние годы в области цифровизации, особенно в Казахстане, просто колоссальные, скажем, ресурсы выделены. Многое сделано. Но вместе с тем, как оказалось, когда повсеместно стало, это и Zoom, и другие платформы сразу просели немного. Поэтому оказалось, что там, где тонко, там и рвется. Выявились слабые места. Скорость небольшая, скажем, Казахстан огромная страна, территория огромная, поэтому в некоторых местах слабый интернет, скажем, не хватало и так далее. Это вот выявил сразу, жестко сразу. Моментально родители все взвыли, ученики сказали, так не пойдет. Президентом страны были предприняты решительные меры. Он пригласил министров, правительство, поставил жесткую задачу, чтобы обеспечить действительно доступный широкополосный интернет, эффективный, качественный и так далее. И сейчас мобилизованные ресурсы, выделены большие деньги. И сейчас, буквально вчера заседание правительства было, чтобы обеспечить малообеспеченные семьи компьютерами, ноутбуками и так далее. Таких немало, скажем так. Есть правительственные решения, есть спонсоры подключили, местные органы власти. То есть такая большая работа проводится. Потому что я почему говорю о материальной базе, о мощных серверах и так далее. Потому что сразу большой объем. Это привело вот к такому, я не скажу халапсу, но моментальному спросу. И вначале, может быть, какая-то растерянность была. Но постепенно люди приспособились. Министерство образования в чуть ли не ежедневном режиме проводило семинары, совещания. Какие проблемы существуют, что нужно сделать, почему не получается. Это было онлайн-обучение, скажем. Преподаватели, лекторов вузов, заведующих капитал, деканов, практически всех сотрудников. Как нужно работать. И в этой связи, конечно, первоначально то, что были наработки, были программы, скажем так, образовать платформу Платонос, университет и так далее. Так они начали совершенствовать. И я думаю, это сказалось. Потому что такого провала не было, скажем так. Были проблемы. Реально, значит, вот особенно в крупных городах, я в Алмате говорю, в нашем университете реальной проблемы не было. То есть практически все школьники, колледжи, лицеи, университет, все активно включились. Активно работали, потому что город продвинутый, у всех всех техник имеется. Особенно дети сегодня сидят в ноутбуках, там больше, чем родители, скажем так. Они интенсивные. Им это понравилось, скажем так. Второй вопрос, который возник здесь, это, конечно, качество. Потому что создавать учебники, качественно виртуально проводить занятия, виртуальные семинары, вебинары проводить, так. Хороший текст, контент. И многие, значит, действительно, оказалось, что в некоторых регионах хорошая система поставлена, в других не очень, скажем так. У казахстанцев резко упали доходы. Много таких случаев. И как вы выходите из положения, как ректор вуза? Ведь преподавателей-то не сократишь. Да, изначально, действительно, сразу возникла серьезная проблема. Вот у меня лежит письмо от Ассоциации Альянса студентов с тем, чтобы мы освободили студентов от оплаты или снизили. И в то же время другое задание министерства, правительства, чтобы повысить заработную плату преподавателям. Но у нас, допустим, и во многих вузах, день, который поступает с платной отделения, как правило, где-то 60-70% и выше идут на оплату преподавателей. Других источников нет. Просеять государство, ну, государство, он сказал, выделяет гранты, пожалуйста, других возможностей нет. Бесплатный кредит дать студентам никто не может. Проценты, значит, немалые, скажем. Банки выдают от 7 до 10%. Многие, те, кто берет кредиты, не тянут, скажем так. Потом трудно будет возвращать. И в этой связи небольшая доля казахстанцев студентов сегодня обращается в финансовый центр за получение кредитов. Банки сесть студентам на обучение кредиты могут дать, но это под залог, это солидность, скажем. И у кого есть хороший залог, зачем им обращаться в банк? Они могут и сами финансировать. Поэтому мы между двух огней. С другой стороны, понятно, многие родители сегодня не работают, скажем так, или снизились доходы, вынуждены отпуска ушли. И им нужно искать ресурсы. И в то же время, и мы не можем так, потому что мы студентам говорим, преподаватели работают в полном объеме, образовательные программы выполняются в полном объеме. Значит, они ведут занятия. Сейчас нагрузка на ВУЗ тоже растет. Это серверная и так далее, компьютерная техника. Записывать открытые занятия в виде лекции, проводить семинары, биобеминары тоже требуют ресурсов. То есть затраты не уменьшились. Да, структуру поменялась, затраты, так. Корпус существует, завтра корпус нужно содержать. Я думаю, что, конечно, это же не вечно, так. Мы надеемся, что в ближайшее время, может, через месяц-два, будет такое решение, что разрешать студентам прийти. Поэтому студентам объяснили. Но мы и так даем. Вот, например, нашему университету мы даем ежегодно, буквально сейчас, сегодня завершилось заседание комиссии, 783 гранта мы выделили. Это немало, 783. 108 грантов на 4 года обучения, представляете? Если учесть, что у вас частный вуз. Да. 69 грантов мы дали студентам, которые имеют на 2 года. А в год надо платить 725 тысяч тенге. Представляете, какая сумма. Для нас тоже нагрузка. 541 грант дали на 1 год. Ну, по-разному. Там есть инвалиды, есть многодетные, скажем так, из многодетных семей. То есть это учитывается. И мы даже не можем, бесплатно учить мы не можем. Ну вот, вы действительно педагог с колоссальным опытом, с колоссальным стажем. Вот сейчас поговорим об онлайн обучении. Наши школьники и студенты с марта по октябрь вынуждены учиться онлайн. Вот на ваш взгляд, не пострадало ли качество обучения от такого формата? Это правильный путь мы выбрали? Вот я был в Америке, спрашивал, значит, в Нью-Йорке мы были, в университете, они говорят, половина профессоров за онлайн обучение, половина за традиционное. Потому что нужно общаться, многие, значит, о своих новых интересных проблем проходят во время общения, дискуссии происходят и так далее. В онлайне всегда это возможно, но они не в полной мере. Поэтому, не снижая, так сказать, не умаляя значение дистанционного обучения, хочу сказать, что, конечно, это не может быть, на сегодняшний день, пока нас заменить не может в полной мере. Поэтому общество, посмотрите, вот Москва, разрешил все, в Европе так, разрешили занятия, несмотря на вот сохранение пандемии, разрешили всем, школам, колледжам, лицеям, университетам вести занятия в традиционном режиме. У нас тоже сейчас возникла дискуссия, потому что сегодня в Алма-Ате школы требуют давать разрешительным, у нас, говорят, первых два класса, остальные как. Поэтому вице-премьер Ирал Толжанов сказал вчера на августовом совещании, давайте при соблюдении условий разрешим. И мы за это. Действительно, первый-второй класс надо оффлайн. Это же немыслимо онлайн малышей, которые ничего не знают о школе и сажать их перед экраном. Это очень плохо, я думаю. Многие говорят, что время пандемии нанесло большой урон мировому образованию. Вполне возможно оценить так, но тем не менее, хотя, конечно, технологии совершенствуются, в мире много сейчас открытых университетов, ну, там действительно кто занят, допустим, заняты спортсмены, другие на производстве, мотаются по всем миру, на работе не могут. Онлайн обучение необходимо, скажем, другого варианта нет. Хоть это так. Но полностью заменить, конечно, особенно для проблемных, для ведущих направлений, там, где нужно рассуждение, там, где нужно дискуссии. Вот, мне кажется, нужно это сохранить. И пока мы еще в полной мере мира, особенно и в Казахстане, мы не готовы к этому. Да, нужно использовать максимально. Но, понятно, как президент говорит, здоровье важнее. И это важнее. То есть мы должны сейчас в условиях пандемии научиться работать, как соблюдать требования. То есть санитарные нормы, маски носить, скажем так. То есть мы считаем, что санитарные службы, управление здравоохранения должны сегодня учитывать реальность и должны научиться работать в условиях карантина, скажем, в условиях карантина, в условиях пандемии. Потому что экономику выводить нельзя же. А завтра кто-то должен платить налоги? Завтра производят выпускать лекарства, скажем так. Кто-то должен работать, поэтому входить так нельзя. Может быть, вот изменились предпочтения студентов в выборе факультетов по причине вируса? Может быть, они все пошли в медицинские вузы? Да, в этом году действительно много грантов выделено на медицину. Около трех тысяч грантов. Выделено около 8 тысяч грантов. Вы знаете, на педагогику сегодня увеличили пороговый балл до 70 баллов. И медалисты, тысячи с лишним медалистов пришли. Почувствовали внимание государства педагогическим специальностям. И значимость педагогического труда. Что мир понял, что педагоги нужны, что нужно уделять внимание. И люди поверили, что государство будет уделять внимание. Это не просто разовый процесс, скажем так. И педагоги повышение заработной платы, повышение статуса, закон принято. В регионах сразу поняли, что нужно уделять большое внимание. И это сразу повысило интерес. Вы знаете, раньше педагоги поступали в самый нижний, 50 баллов и все. И поэтому о качестве, ну все говорили, качество абитуриентов слабое. Естественно, конечно, абитуриентный состав такой. Кто будет завтра преподавать? Точно так же и врачей. Сейчас все требования возросли. Получилась возможность этих вузов отобрать хороших, креативных студентов. Поэтому такое движение есть. Конечно, вот в связи с этим, вот туризм почему-то, в связи с тем, что мир... Сейчас говорят, что туризм падает, так? И предпочтения сразу уменьшились. Подачи заявленных на специальный туризм в два раза меньше, чем в прошлые годы. По стране в целом, так? Я думаю, по миру так. Люди почувствовали, что транспорт, туризм, эти сферы страдают. Ресторанное дело. Тойханави уже стоят, простой тойханави, скажем так. Это влияет. Вы председатель общественного совета города Алматы. На мой взгляд, коронавирус обнажил все слабые стороны в городском хозяйстве. Вот согласитесь со мной. Вот в чем, как вы считаете, были промахи со стороны властей? Может быть, есть и наша вина в этом, общественников? Что мы не усмотрели? К чему не были готовы? Как вы считаете? Вы знаете, вы помните, первоначальный период мы заслушали заместителя Акима города, санитарного врача. Они, ну, хорошая картина была. Считатели раньше всех ввели вот меры, карантинные меры, санитарные меры, скажем так, защитные меры приняли. Целый пакет. Все приняли, все вроде нормально. Но потом все, никто не думал, что будет столько времени. Как только говорят о том, что все ослаблено, народ бросился практически забыв, что такое. То есть коварство в этом меры никто не распознавал. И ВОЗ не знал, так? Мир не знал. Посмотрите, что происходит в Америке, что происходит в Европе, в Китае, скажем так. Многие ошиблись, ну, потому что не знали природу этого вируса. Эта ошибка коснулась и на... Потому что министр говорил, мы все время в контакте с ВОЗом. Ежедневно чуть ли не на связи. Инспектора здесь у них там, да. И эта ошибка сказалась... Мы тоже были. Потому что люди устали в карантине, так? Всем хотелось общаться. Все они проводили мероприятия, у кого свадьбы, там еще какие-то... В Хазахстане много таких мероприятий проводится, так? Массовых мероприятий. Мы привыкли к этому. С большим размахом. И когда вот это вот время кончилось, и сразу, конечно, вторая вспышка пошла. То есть мы сами себя спровоцировали. Наши санитарные врачи, Акимат, может, и мы в том числе, не всегда учитывали, как должно работать в условиях карантинных предприятий. Вот они... Кого нужно допускать? Оказалось, компания разрешили, строительные компании, а у них подрядчики в список не попали. Кто должен привезти кирпич, кто должен цемент привезти и так далее, так? Город оказался, около 300 тысяч человек работают в пригородах. И многие компании, предприятия, остановились практически на грани. Или, наоборот, сказали, создавайте свои склады за чертой города. Они там построили, добраться не могут. И я думаю, в этой связи, конечно, штаб, оперативный штаб, он должен был более широкого представителя. Должны были включить общественность, мастер-хаз, скажем так, с тем, чтобы могли говорить о реальной картине. И возникли многие проблемы. Теперь это посты. Скажем, кого-то пропускали, кого-то... Где-то были недостаточные вот эти... Тепловизоры, скажем так. У кого-то работало, у кого-то не работало. То есть масса проблем. Масок не хватало, скажем так. Потом мы стали выяснять, проблем была с аптеками. Вы знаете, Министерство здравоохранения утвердило регламент, скажем, цены. Как вы считаете, как долго мы будем восстанавливаться после этого коронакризиса? И что нужно сделать обществу, чтобы оздоровление прошло быстрее? Мировые эксперты говорят, что три кризиса сразу. Нефтяной кризис, потом санитарный кризис и экономический кризис, который был в глубине, скажем так. 12 лет мир развивался спокойно. И когда многие эксперты говорят о том, что самая опасная дорога, это экономический кризис, который будет. И три удара сразу получили. И пандемия сегодня вызвала небывалый сброс в экономику, спад в мировой экономике. Практически 100% стран. И падение типа W, так он должен опуститься и подняться. Все ожидают, что будет подниматься. От нефтяного кризиса вроде потихоньку поднимается. Санитарный кризис ожидает, что может быть в ближайшие 2-3 месяца пойдет на спад. Экономический кризис еще продолжится. Поэтому сейчас говорят о том, что все страны мира, в том числе Казахстан, должны внимательно подумать. Ведь, посмотри, Китай сегодня 25 цепочек огромный. Огромный кризис стран завязан. Вот по производству технических. 25 стран, 100 стран и так далее. Поэтому все задумались, как развивать региональное сотрудничество. Как развивать диверсификацию национальной экономики. Посмотрите, по лекарству. Мы сколько завезли лекарств, а у нас сколько фармзаводов посолено. Почему их нельзя было развивать? Об этом мой следующий вопрос. Действительно, Алма-Аты город услуг. Город малого среднего бизнеса. И многие сферы пострадали во время карантина. Даже ВОЗ признал, что экономические последствия от карантина хуже, чем последствия от пандемии. Вот что мы сейчас ждем от властей? Вы знаете, я вот внимательно слушаю в последнее время. Премьер-министр сегодня был в Караганде в прошлый раз. Поддержка фармацевтической промышленности. В городе Атария, вот там противоучемный институт был, сейчас строят в спешном порядке лабораторию. Наши два института. Хорошая разработка есть. Антивирусные показатели, лекарства, вакцины показали хорошие результаты. Скажем так. Вот нужно упор сделать. Фармацевтический кластер в усиленном порядке. Вот давайте финансируем. Сейчас есть спрос. Тоже маски, легкая промышленность. Мы можем. Зачем завозить из других стран, когда мы это можем? У нас есть все условия для поднятия этой отрасли. Точно так же по информационным технологиям. Сейчас вот ректор Казгу выступал. У них хорошая разработка есть. Профессор Мутанов говорит о том, чтобы мы могли проводить не зуми, скажем так, а джинналисты там программу сделали. Программисты оказали, что слабое место не просто специалисты. Нужны программисты. Нужны тех, кто занимается компьютером моделированием. Этот кризис показал, что есть спрос, есть возможности, но мы их не реализуем. Мы отдали на приоритет нечто другое. Я думаю, новая экономическая политика Казахстана должна быть посторонним. Не на темпах экономического роста, а на устойчивости. Потому что стабильности в этих условиях, когда вдруг завтра чего-то не хватает, нам никто не поставят. Все говорят, у нас проблемы. У нас не хватает. В целом, хочу сказать, конечно, медицина, по большому счету, не сломалась, скажем так. Есть, был хороший потенциал. Медицина, республика, врачи самотвержденно трудились. Многие из них пострадали, заболели, потому что сами не знали так. Были на переднем крае этой борьбы. Сегодня мазать черной краской всех нельзя. Посыпать пеплом тоже нельзя. Я посмотрел данные по миру. Казахстан сегодня находится в середине, скажем так. Есть значительно хуже нас, есть значительно лучше нас. Но в последнее время один из показателей, который мне обрадовал, это уровень вылечивающейся. Теперь написали выздоровление, а сейчас написали вылечивающиеся. Потому что вылечивание означает, что врачи работают, а выздоровление получается и сам выздоровел, сам по себе. Хотя мы и такие есть. Поэтому, я думаю, сегодня медики делают правильный выбор. Сегодня поменяли все управления, структуру управления. И в этой связи, конечно, мы должны с вами их поблагодарить за то, что они такую огромную работу делают. Есть выводы. Сегодня медицинское университет, студенты сегодня принимают активные участия. Впервые набор. Я увеличился на специальность по вирусологу, инфекционные заболевания. Раньше специальность ушла. Вчера я был на комиссии по программе «Балашак». Решено увеличить направление зарубежных вузов по этим специальностям. Потому что как-то не учились, не хватало. Сказали, нет уже у нас. Мы себя вылечили, у нас нет инфекционных заболеваний. А жизнь показала, что это угрозы могут появиться. Появляются и могут появиться. Поэтому сейчас в области медицины много происходит. В области распределения лекарств. В области производства лекарств. Поэтому, я думаю, урок полезен для всех был. Да, да. Рахман Александрович, я хотел с вами поделиться хорошей новостью. Вот я только что был в крупнейшей больнице в стране. Нашей 12-й центральной городской клинической больнице. Там мы все знаем провизорный центр. Больные ждут плановых операций. Так вот, болезнь отступает. Ковид уходит. Сейчас там около 70 всего больных. И уже администрация города Алматы, администрация больницы разрабатывают план, как рассечь больницу надвое. И в одной оставить ковидных больных, а во второй уже вести плановый прием тех больных, которые несколько месяцев ждут помощи. Это, я считаю, добрый знак. Ну что ж, спасибо за содержательный разговор, ваши честные ответы. Хочу сказать, что наш гость Рахман Алшанов, ректор университета Туран и председатель общественного совета Алматы. Всего доброго. Продолжение следует...